Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Российско-Украинская война очень наглядно продемонстрировала не только готовность украинского народа и российского населения отстаивать свои, но и показала, кто есть кто на самом деле. Вот, например, как некоторые ждут своих мужей и сыновей на Москве. Дадим поговорить с вашим сыном. А откуда взяли, что у меня есть сын? Вашим сыном? Да. Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине. Кто вам такое сказал, что у вас и у меня есть сын? Желаете ли поговорить со своим мужем? Мужем? Да, да, да. Он в плену находится. Я готова поговорить? Да. Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера, я на работе. Видимо, Лада Калина и мифические 7 миллионов гробовых намного приятнее, чем живой сын или муж. А некоторым просто в облом ждать своих суженых, и они быстро находят им замену. А я тут, это знаешь, с кем? Да. Тагаево. Че с кем? Тагаево. А где он? Талант, 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 талант. Можно? А так россияне относятся к своим же так называемым героям, которые на трусливой войне в Украине потеряли конечности. Воевал, дед. Рад за тебя, е-мое. Нужно было не воевать, я тут у каких дел. А я ноги потерял, дед? Хоть три потеряли, мне как-то без разницы. А там же нацисты, дед, они детей, детей. А как же дед нацификация, дед? Дед, мы же сохраняем нашу родину. А теперь посмотрите, как украинка встречает своего защитника. Как сын, не скрывая эмоций, бросается на отца. И как обычные украинцы рады совершенно незнакомым им бойцам ВСУ. Мы это вам показали не для того, чтобы кого-то обидеть. Нет. Мы хотели проиллюстрировать, насколько разные эти люди. И то, что для россиянина норм, для украинца неприемлемо. То есть не нужно думать, что россияне знают украинцев. Они их абсолютно не знают. Даже воины совершенно разные по обе стороны. Вот, например, представители российской армии. И скажите, что это не орки, а это пленные украинцы. Что-то начали мне задавать вопросы, а меня когда выводят за себя, я на украинский начинаю разговаривать. И я говорю, нет, типа. Он говорит, что? Я говорю, нет еще раз. А я говорю, ты что, в твоей телячьей мове разговариваешь здесь. Я говорю, ну, походу, да. Вам есть в чем раскаиваться? Нет, абсолютно. Я знаю, как их боятся, даже когда они в полоне. Дознаватели у азовцев питают, если мы вас выпустим назад, обменяем, что вы будете делать. А я дальше повернусь и буду вас убивать, мразота. Вот она разница, когда одни воюют за «Жигули», а другие за свою землю. И так воюют не только ВСУ. Весь украинский народ сплотился против оккупанта. Скажи, братан, вообще, посмотри на него. Это просто ***. Хаймерс отдыхает. Волонтеры, которые помогают армии автомобилями, прицелами, брониками, беспилотниками и даже ударными дронами. Так, например, за три дня украинцы насобирали внимание на три Байрактара. Мы показали сами себе и всему свиту, что для украинцев нет ничего неможливого. Обычные украинцы от мала до велика ежедневно борются за свое будущее с захватчиком. Так выглядит смс-банкинг, когда ты собираешь деньги на Байрактары. Одни дети продают черешни и печенье, а все вырученные деньги отдают на армию. Другие, благодаря разнообразным талантам, например, игре в шашки, также помогают своим защитникам. Украинцы постарше организовывают сыха по производству бронепластин. Некоторые занимаются сборкой модульных домов. Многие в свободное время готовят для ребят вареники, сухпайки и тушенку. На фронт войсковым лесгосп отправляет также тушенку и каши с мясом, на которых написано «звернение до воинов». Да, в России также есть какие-то фонды, которые отправляют что-то на фронт. Вот, например, в добровольно-принудительном порядке просят скинуться медиков, иначе пиши заявление на увольнение. Медсёстры в зависимости от категории передают от 3,5 тысяч рублей, врачи от 7,7 тысяч. Хотя устно руководство говорит, что нужно жертвовать свой доход за один день. Лавливаете разницу? У одних собственное желание помочь, у других вымогательство со стороны администрации. Мало того, очень многое из этих поборов россиян до фронта не доходит. А если и доходит, то успешно распродается уже там. Так, здесь у нас, это у нас от подписчиков в Москве, тоже передаем. И вскоре этот боевой жорик оказался на луганской барахолке. Убийство, воровство и вымогательство. И так во всем в Великой Духовной. Только из-под палки или под страхом. Иначе в недофедерации не бывает. Посмотрите, например, на это пропагандистское убожество, где украинцы как бы с честью водружают триколор на здание администрации в Запорожской области. Вешаем этот флаг над школой. Солхоза Запорожья. Тагманского района. Запорожская область. Четыре вооруженных упыря насильно заставляют жителей вешать эту тряпку. Прямо как недореферендум в Крыму. Под дулами автоматов. Просто иначе московиты не умеют. Иначе, правда, и украинцы не умеют. Украинцы очень не любят, когда их кто-то к чему-то принуждает. А тем более у себя дома. Бабушка накормила пирожками. Восемь человек домой улетели. Сынка выгробал. Дед, ну ты красавчик. Ты, блядь, при колпаке служил. Этот дедушка просто напоил вояк второй армии мира, сел на их крас и отправился на украинский блокпост. И вот таких бабушек и дедушек весь украинский народ. Россияне уже начинают понимать, что их ждет на оккупированных территориях. Біля оккупованного Россией Сватового на Луганщине партизани спалили распредельную коробку керувания залезничной дорогой. Саботажи и диверсии. Это лишь цветочки. Украинские партизаны готовы на куда больше. Уверен, что во время вечерней проверки вы недосчитались двух человек. Вот они. Эти двое пи***сов будут переданы для обменного фонда. Хотя это мало кому хочется, но все же мы, украинские партизаны, в отличие от вас, органы, имеем ценности и человечность. Но эта человечность заканчивается там, где начинается бесчеловечность врага. Совсем скоро наступит для вас украинская ночь. Ночь расплаты. Ночь расплаты за Бучу, за Эльпень, за Кастомель, за Мариуполь, за весь Донбасс. У вас нет ни единого шанса. Мы сегодня сюда не запрошены, не чекали нас тут. Чи немає часом серед смертних вас, хто за проданцем встал? Машин двери, штурм двери, відкривай потвора двери. Мы прийшли в же я, о я. Весь гнев украинских партизан уже испытывают на себе все оккупированные территории. В Северодонецке на центральной улице города вчера неожиданно подорвался автомобиль с оккупантами. У Херсонской области представники украинского руху опору ліквідували группы оккупантів та заволоділи їхніми документами, зокрема, мапами та шифрами. За две недели партизани Мелитополя справились с семью десятью российскими военными. И все же основная цель партизан это колаборанты, особи, которые предали свою родину и с рвением и шачат на оккупантов. Эти манкурты стараются не под дулами автоматов, а не с открытыми объятиями встречали захватчиков. Они сдают патриотично настроенных украинцев орковским полицаям, призывают к аресту за сине-желтые стяги, ведут пропагандистскую деятельность. Но за все приходит расплата. Мы, як і ви, не підтримуємо жодного проросійського уряду в Херсоне. Кожен, хто до нього причетний, вже є в наших списках смертників. Українська ніч близько. Это означає, що Херсон – це Україна. Це означає, що там є партизани. І все одно всіх предателів казнят. Я не боюсь цього слова, тому що так оно і буде. Ми не зможемо запретити людям расстреливати предателів, из-за которых гибнут наші люди. Херсонські партизани – одні із самых эффективних і чуть ли не з самых безжалостних. Расстреляли известного в городе блогера Валерия Кулешову. Этот самый Кулешов был ярым путинистом і помощником известного любителя русского мира в Херсоне – Стримаусова. Здоров тебе! Здоровий дух! Когда мы едины, мы не победимы! Один із местних коллаборантов, Кирилл Стримаусов, недавно заявил, що надеється на незаконне включення Херсонської области в состав РФ до конца года. После цих слов партизаны Херсона объявили вознаграждение за голову Стримаусова. Отдельно хочу обратиться к Кириллу Стримаусову и Владимиру Сальдо. Вы следующие. Просим вас оставаться в Херсоне и принять смерть, а не спрятаться голову в песок. Стримаусов на какое-то время слег в больничку под прикрытием сердечного приступа. А на самом деле просто спрятался. Позже ему пришлось таки вылезти из убежища, и он, окружив себя охраной, пока еще топчет улицы Херсона. Недавно даже засветился на Антоновском мосту. Как вы видите, движение по мосту перекрыто. Действительно, ночью был нанесен очередной удар. Слово «удар» по обоим мостам Херсона – идеальные попадания в склады и штабы оккупанта – это тоже часть работы украинских партизан. Вот эта вся уже излюбленная украинцами Бавовна – это результат правильного наведения и исполнения. Вот эти точные хирургические попадания – это совместная работа партизан и вооруженных сил Украины. Без партизан этого бы всего не получалось и не удавалось. Но вернемся к нашим предателям. Помимо Стремаусова на прицеле у партизана его шеф-гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. Я, Сальдо Владимир Васильевич, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Так вот этот самый Сальдо резко слег и сейчас находится в больнице. Прячется ли предатель от украинской руки возмездия или его настиг салсберецкий новичок – пока неизвестно. Но с повестки он пока исчез. Коллаборанты уже даже боятся попадаться в медийно где-то. Уже неделю полная тишина. Об эффективности херсонского партизанского движения говорят и распроданные билеты на концерт к Абзону. Мощный взрыв во временно оккупированном Херсоне унес жизнь коллаборанта Дмитрия Савлученко. В автомобиль представителя оккупационной администрации было установлено взрывное устройство. А так выглядит машина начальника исправительной колонии Евгения Соболева. Предатель отделался ампутацией ног. Посмотрите на пули по коже. А вот бывшему СБУшнику повезло меньше. Говорят, ожоги составили более половины тела. И как бы российская пропаганда не старалась, Херсонщина – это Украина. Это подтверждают и вялые празднования Дня России, где кроме привозных гастролёров коренных жителей практически не было. Это и подтверждает статистика выданных российских паспортов, которых не более сотни. Это подтверждает и нежелание людей работать в оккупации. Хочется верить, что 1 сентября дети пойдут в украинские школы города Херсона. Что к этому моменту правый берег Украины будет полностью очищен от оккупантов. При этом все понимают, насколько тяжело херсонцам. Это понимают и силовики. Чем больше наше население находится под режимом оккупации, тем важнее на самом населении, ментально важнее. Просят чуть потерпеть и партизаны. Так же, как и Новая Каховка, Бердянск и Мелитополь. Последний, к слову, уже заслужил особое место в этой войне. Сердцем партизанского движения в Украине неофициально считается Мелитополь в Запорожской области. Контролировать этот город россиянам оказалось сложнее, чем захватить. Мелитополь и Северная Таврия исторически, это места, которые имеют такую добрую партизанскую традицию. Причем изобретательности мелитопольцам не занимали. Тут использовали и ножи, и пули, и даже личным бельем душили тех оккупантов. Даже генералы российской армии становятся мишенями нашего движения сопротивления. Да что там генералы, тут целые бронепоезда под откос идут. В Мелитополе партизаны сорвали большую поставку оружия Российской Федерации. Подорвали бронепоезд оккупационных войск. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. Украинцы используют во благо даже поведенческие особенности оккупантов. В том же Мелитополе фермеры, зная привычку российских войск красть все на своем пути, обработали урожай черешни, что вызвало массовое заболевание у оккупантов. То есть вы понимаете, что в партизанском движении участвует вся Украина? От профессионального диверсанта до обычного фермера, которого Русня заставила защищать свою родину. По подсчетам украинских защитников в подполье насчитывает уже тысячи человек. Среди них не только специально обученные и опытные бойцы, но и мирные в прошлом люди. Говорят, что вычищают нечисть от украинских городов даже представительницы древнейшей профессии. На украинскую разведку работают и эскортницы. Это подтверждают документы, обнаруженные в Херсоне сотрудниками силовых ведомств России. С началом российского трусливого вторжения в феврале этого года активизировалось партизанское движение и в оккупированном Крыму. Залили краской памятный знак так называемым добровольцам, погибшим за русский мир. Многие крымчане на себе прочувствовали этот гнилой и дурнопахнущий русский мир и начинают осознавать, что Украина — это рай по сравнению с Лепрозорием. Вот случай на одном из крымских шиномонтажей. Не стесняются крымчане и уничтожать нацистскую символику. В некоторых случаях за российскую свастику можно получить и по шее, рассказывает керченский тракторист. А это в Симферополе сгорел автобус, обклеенный зетками. Существует даже целая подпольная структура, которая называется «Крым. Край партизанской славы». Патриоты не только развешивают по всему полуострову эти прекрасные плакаты, но и дают отличные наводки на перемещение и стоянку орковской техники. Говорят, что та же Бавовна на авиабазе в Новопедровке без крымского подполья не обошлась. Была такая хорошо спланированная и подготовленная операция, в которой принимали участие и наши патриоты-партизаны, и удар наносился со стороны Украины. Говорят, крымский актив патриотов приложил руку и к брелевке. Итого уничтожены шелоны с 40 вагонов, 80 зажаренных орков и еще около 200 поджаренных. Но не военной кулинарией единой. Постепенно начинает возвращаться в Крым украинская культура и язык. Так на ежегодном музыкальном фестивале в Черноморском в этом году кремчане услышали уже подзабытую Соловьиную. Океан Эльзы, Скрябин и другие впервые как минимум за три года заиграли во всеуслышание на официальном мероприятии. Посмелее стали и хозяева крымских ресторанов. Вот, например, парниша с триколором на спине не решается зайти в заведение, откуда на всю набережную Ялты звучит одна колына за векном. Даже забитые села верят в возвращение Крыма на родину. Это фото было сделано в селе Долинка Красноперекопского района. Это именно то, что и произойдет. Это то недалекое будущее, которое ждет любого лаптеногого, покусившегося на украинскую землю. От малой до великой украинцы будут отстаивать, защищать, освобождать и оберегать свою Украину, потому что она у них одна. О Москве и нужно запомнить. Донбасс, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина. Сворачивайте удочки. Крым – это выход на колыбом уже стал 91-й год. Это будет конец этой авантюры, которую Россия сделала. Когда это может стать, что для этого нужно? Следующий год, я так считаю. Слава Украине, слава нации и *** Российских Федераций. Слава Украине, слава нации и *** Российских Федераций. А что у нас там по русней? Русней по ***. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, они Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok